Идет война, и афганцы не скрывают, что она навязана внешними силами, прямо называют эти силы Пакистан, и, к большому сожалению, для себя отмечают военный контингент американских войск, фактически за 15 лет. Международные силы безопасности не сделали ничего для того, чтобы ситуация в Афганистане стабилизировалась, фактически все наоборот. Если мы разговаривали и обсуждали проблему производства наркотиков и наркотрафика, то, по данным ООН, этот канал увеличился в 40 раз за 15 лет. Если мы говорим о движении «Талибан» как такой дестабилизирующей силы для действующего президента, то фактически сегодня на территории Афганистана, по данным Генштаба Афганистана, воюет около 50 тысяч боевиков. Это означает, что они получают боевую технику, вооружение, боеприпасы, и это означает, что источник финансирования очень серьезный. Если это Пакистан, то Пакистан не может в одностороннем порядке финансировать такие широкомасштабные боевые действия, фактически с пятью развернутыми дивизиями. Как говорили нам в Верхней Палате Парламента, военные национальные армии после боевых действий у убитых талибов находят документы спецслужб межведомственной разведки Пакистана, спецназа Пакистана и просто офицерские удостоверения, которые они неоднократно демонстрировали перед журналистами и ставили об этом в известность военное командование Соединенных Штатов. Но практически это не дает конкретного результата, потому что мы видим, что широкомасштабные действия расширяются, а начавшая работать комиссия или, скажем, переговорная группа 4 плюс 1 США, Китай, Афганистан и Пакистан не приносит никаких результатов. И на наши вопросы, есть ли какая перспектива у этих переговоров, наши коллеги парламентарии однозначно говорят нет. Нет заинтересантов в этой группе, кроме Китая. Почему? Ну, наверное, каждая страна преследует своей цели. Пакистан, он хотел бы, чтобы к власти пришли вновь талибы. Это понятно почему, потому что они подтвердили линию Дюранда, и Пакистан ожидает, что с их приходом, наконец-то, эта проблема будет для Пакистана решена, и Пакистан вновь будет оказывать политическое влияние на эту соседнюю страну. Если говорить о Соединенных Штатах Америки, то несмотря на то, что власти Афганистана неоднократно показывали боевые лагеря талибов, появившегося ИГИЛ, боевые порядки, направления будущих ударов, но американские военные не реагируют на эту информацию, и фактически последняя, самая крупная, мощная операция на Кундуз говорит о том, что американцы, зная всю информацию, никак не заинтересованы в стабилизации обстановки на севере Афганистана, особенно в тех провинциях, которые соприкасаются с Таджикистаном и Узбекистаном. Субтитры создавал DimaTorzok